Тема моей проповеди, вспомни. Мы сейчас помолимся за детей, да? Дети уже ушли. Господь, я прошу Тебя, благослови учителей воскресной школы и детей. Во имя Иисуса Христа. Пусть Твоё помазание и благословение пребудут на них, и пусть Твоя слава будет на каждом из них. А я благодарю Тебя, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Все сказали Аминь. Вспомни. Тема проповеди, вспомни. Знаете, есть такой фильм, вспомнить всё. Я не знаю, что там, уже не помню даже о чём. Но когда мы служим Богу, Бог обращается к нам в определённых обстоятельствах. И Он говорит, вспомни. Есть вещи, которые я должен вспомнить. Вы знаете, Он говорит это и к церкви, вспомни. Я чаще говорю и говорю, не обращай внимания, что было вчера. Не смотри на вчерашнее. Но к некоторым Бог говорит, вспомни. Потому что то, что ты начал делать, так, как ты начал идти, это не есть благословение, это не есть то, что нужно. Вспомни, что ты делал раньше. Вы знаете, когда мы пришли в церковь, я помню, и вы можете вспомнить себя. Когда вы пришли в церковь, вам всё нравилось. Когда приходишь на работу, тебе всё нравится. Через год работы. Тебе кажется, ну, надо поменять работу. Она мне надоела. Вы знаете, нам приедается то, что... Или же мы перестаём получать те благословения. Вот есть момент, когда я вспоминаю. Я вспоминаю, что я должен иметь. Я хочу просто, чтобы ты вспомнил, что Бог обещал твою жизнь. Вспомнил, как ты начинал идти. Вспомнил определённые обстоятельства в своей жизни, которые привели тебя в церковь. Вспомни. Знаете, кто-то был наркоманом. Кто-то алкоголиком. Кто-то вообще был хорошим человеком, только, ну, лгуном и обманщиком. Ну, как все же. Правда? Кто-то лентяй по жизни. И вы знаете, Бог нас изменил. И нам надо вспомнить, какие мы были. Я просто хочу, чтобы ты вспомнил, потому что, когда ты вспоминаешь, кем ты был, и как ты достиг того, что ты достиг сегодня, то ты говоришь, слава Богу. У тебя меняется приоритет, и у тебя меняется хвала. Потому что некоторые думают, что они достигли это самостоятельно. Они такие герои. И давайте откроем откровение, третья глава. С первого стиха. И ангелу сардистской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божий и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Знаете, есть состояние мертвого человека и мертвые люди. Ты носишь имя христианин, но ты мертв. Ты мертв в чем? Вы знаете, я понимаю, когда мы мертвы становимся для Бога. Когда в наших устах нету уже славы, мое сердце пустое для хвалы. Вы знаете, когда я благодарен Богу от всего сердца, я жив. Бог создал меня для своей славы. Бог живет среди этих словословий, и Он желает, чтобы слава была в Его доме. Сегодня некоторые перестали благодарить Бога за то, что Он сделал в их жизни, потому что они уже всего достигли. И я вам хочу сказать секрет. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, что у тебя было. Вспомни, как ты подстраивался, чтобы получить все. Некоторые, знаете, настолько уверены в себе, что они не хотят подстраиваться опять. Они говорят, отчего я? Вы знаете, есть момент в прославлении, в хвале, что-то особенное в хвале. Мы подстраиваемся под духовные законы. Не законы физики. Почему? Потому что музыка не только есть физика. Потому что некоторые думают, что физика чем громче, тем лучше. Не всегда. Вы понимаете, когда ты подстраиваешься под обстоятельства, одна вещь, но когда ты должен подстраиваться под Дух Святой, тебе надо быть духовной личностью. Когда я прихожу в церковь, я пришел в церковь, я помню, мне все нравилось. Приходит время. Я начинаю видеть недостатки. Знаете почему? Я в чем-то стал лучше, усовершенствовался, в чем-то начал. А может, я просто критик. Но Бог говорит, слушай, я избрал тебя для определенных целей, и я хочу благословить тебя. Если мы не подстраиваемся друг перед подругой, значит, что-то не так. Вы знаете, я разговаривал со многими семейными парами. И когда в семейной паре хочется изменить свою жену, подстроить под себя, или жена мужа, это обреченная пара. Там надо подстраиваться самостоятельно. Я говорю, если ты не будешь готов любить его таким, как он есть, значит, в твоей жизни не состоится нормального брака, в твоей жизни не будет нормальной семьи, ты будешь все время недоволен. Вспомни. Вы знаете, самое интересное, я хочу, чтобы вы поняли, что Иисус пришел на эту землю, Он подстроился под каждого из нас, и Он подстроился для того, чтобы мы сегодня имели свободу, имели изменения и желание меняться. Некоторые сегодня не имеют этого желания, и они не хотят, потому что они всего уже достигли. И теперь я говорю некоторым, слушай, вспомни. Вспомни, кем ты был раньше. Знаешь почему? Потому что когда ты вспоминаешь, что Бог тебя вывел, откуда Он и куда Он привел, у тебя приходит на память, надо подстраиваться, надо настраиваться на правильное, позитивное мышление. Потому что то, что Бог определил для меня, Он исполнит. Вы знаете, самое интересное, когда Бог тебя вывел из рабства, Он сделал много чудес в твоей жизни. Вы знаете, израильский народ видел чудо. Когда фараон и вся его армия потонули в море, это было чудо. Когда они подошли к земле обетованной, 12 человек соглядаты, они смотрят на эту землю, они высмотрели все, и они говорят, да, эта земля прекрасна, тут течет молоко и мед, но, и вот это слово но, вспомни, откуда ты вышел. Если Бог вывел тебя из рабства, то как не дарует и всего. Вы знаете, что такое вера? Это состояние вспомнить то, из чего ты вышел. И вы знаете, Иисус Навин, Он убеждал этот народ и говорил, слушайте, если Бог нас вывел, то не дарует ли нам все, не даст ли нам все благословения, которые там Он обещал. Иисус Навин и Халев, два человека, они вошли в землю обетованную. Вы знаете почему? Потому что они вспомнили. Я хочу, чтобы ты вспомнил некоторые вещи в своей жизни, для того, чтобы начал благодарить сегодня, потому что то, что будет завтра, будет хорошее сражение, будет хорошая драка, будет хорошее, но ты получишь благословение. Все погибнут, все умрут, но ты будешь жить. Потому что некоторые себя уже хоронят, потому что некоторые, о, они уже достигли всего, им ничего не надо, они хотят остаться в том положении. Давайте прочтем дальше. Бодрствуй. Что такое бодрствуй? Не спи. Во время служения, во время проповеди, очень важно не спать. Бодрствуй и утверждай. Бодрствуй. И тех, которые возле тебя, что делай? Да, утверждай их. Чтобы они тоже со мной бодрствовали. Чтобы они были в бодром состоянии. Потому что некоторые сегодня уснули. Они уже уснули. Знаете, Бог в их жизни уже не действует. Их свидетельство, оно не свидетельство. Вы помните, почему Иисус не послал учеников без Духа Святого? Потому что без Духа Святого они спали. Еще раз скажу. Когда Иисус был в Гефсиманском саду, и Он попросил, пободрствуйте со мной. Они заснули. Иисусу не спалось. Вы знаете, часто нам не спится только из-за одного, потому что у нас есть цель, у нас есть план, потому что у нас что-то внутри, и нас зовет туда. И вы знаете, Он говорит, если вы не имеете Духа Святого, не идите лучше. Если у вас нету плана от Духа Святого, не идите. Он будет будить вас. Сегодня некоторым надо проснуться. Проснуться из того состояния, в котором вы находитесь. Почему? И каким образом мы просыпаемся? Вспомни. Я хочу, чтобы ты вспомнил некоторые аспекты своей жизни, в которых ты находился, для того, чтобы идти вперед. Потому что перед тобой стена, которая стоит, это твое неверие. Потому что такие стены и были раньше. О, ты говоришь, может быть, эта стена невозможна, и это то, что еще не было со мной. Я тебе хочу сказать, есть ли что невозможное, не бойся, только веруй. Сегодня некоторым надо взять себя в руки и сказать, слушай, ободрись, бодрствуй, ободрись, это прийди в себя, чувствуй, нормально, потому что то, что Бог будет делать в твоей жизни, ты даже и не представляешь. Смотрите, дочитаем. Бодрствуй, утверждая прочее близкое к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были. Кто-то читает совершенные, а кто-то читает совершенные. Вы знаете, Бог желает от нас совершенных дел. Он совершенный. Что такое совершенство? Я вам хочу сказать, что я недавно смотрел такое видео, оно рассказывает о колесе. Я думал, в колесе все уже придумали. Круг, крутится. Оказывается, колеса могут быть еще другой формы. И эти колеса, они более эффективны. И скоро перейдут на определенные колеса, не только круг. И вы знаете, человечество, оно способно совершенствоваться. Что такое совершенство? Это когда мы приходим к тому, что мы уже можем делать определенные вещи, прилагая минимум усилий. Это совершенство. Ты уже прилагаешь много усилий. Это совершенство. Ты уже делаешь это совершенствование твоих возможностей. Вы знаете, мы прославляем Бога. И чем больше мы тратим силы, если я много трачу силы, войти в присутствие Божье. Помните, Иисус как стоял возле гроба Лазаря, Он сказал, Отче, я знаю, что ты всегда слышал Меня, и ты слышишь Меня, но молю сегодня для них. Он недолго молился, чтобы присутствие Божье наполнило, чтобы из гроба вышел Лазарь. Знаешь, почему? Потому что совершенствовался на ночных молитвах. Совершенствовался, когда приходил к Богу. Я очень слышу много о тайных комнатах. То, что у тебя в тайне происходит, это прекрасно. Но я хочу это наяву увидеть. Я много слышал, как говорят о тайных комнатах. Я хочу видеть это наяву. И поэтому я не нахожу, что дела наши совершенны перед Богом. Потому что, когда они приходят в совершенство, мы начинаем видеть чудеса. Мы начинаем видеть знамения, которые Бог приготовил. Вы знаете, мы вчера сидели с внуками, это было прекрасно что-то. Некоторые уже понимают, о чем я хочу сказать. Ну, в общем, мы, пока я укладывал Фимочку спать, ну, я уложил его, и он спит очень беспокойно. Я еще укладываю. Потом, чтобы не будить Лизу, мы включили тихомульчик. И мы думали, что Лиза спит в соседней комнате. И вы знаете, ну, что-то запах ацетона не давал мне спокойствия. И мы с Наташей начинаем искать, откуда пахнет. Может, где-то кто-то открыл из детей бутылочку с лаком. И мы начинаем нюхать. И знаете, запах ацетона, он не уходит, он усиливается. Мы заходим в комнату, где должна спать Лиза. И я так понял, что она не спала вообще. Потому что 4 или 6 флакончиков лака, эти были и на лице, и на полу, и на Катиной одежде. Она спала в Катиной комнате. И это было что-то с чем-то. Я даже ругать ее не мог за это. Потому что я не представлял, что это возможно сделать. И вы знаете, когда я зашел, я был чуть-чуть, и я начинаю вспоминать, я такой же бедовый был. Куда я не влезу, все падает, все ломается, все рушится. А если не ломается, то я сам ломаю. И мои внуки похожи на меня. А они делают то же самое. И я благодарен Богу за то, что была в моей жизни моя мама, которая смотрела за мной в тот период. Потому что есть периоды у каждого из нас, когда за нами надо смотреть. Когда за нами нужно наблюдать. И мы наблюдаем друг, не друг за другом, мы наблюдаем за детьми, когда им нужно это. В этот период они перерастут. Но в этот период я должен сосредоточиться, утверждать. я в этот период должен быть настойчив для того, чтобы не сломать ее, не разрушить, но что-то сделать, чтобы в ее жизни переизменилось ее представление. Потому что человек, который все время делает какую-то... Он вообще нормальный человек. Я же нормальный. Но не о том я говорю. Потому что все мы делаем какую-то гадость в свое время. И если мы не опускаемся на уровень, не утверждаем снова... Вы знаете, мы на некоторых готовы поставить крест, но если это касается твоих внуков, то вряд ли. Я говорю о всех людях. Послушай внимательно. Утверждать надо ко всем, потому что... И наблюдать надо за всеми. Потому что все мы дети Божьи. О! Кто-то говорит, это дух контроля. Если бы я проконтролировал мою внучку вчера, если бы я сразу увидел это, если бы... Если бы я увидел это сразу, то я бы не мог, у меня не получилось бы потратить целый день на вымывание этих полов от лака. Ну, моя жена, конечно, больше это делала. Я сидел с внуками. Я уже контролировал Лизу во всем. И вы знаете, я понимаю, что Бог хочет, желает от нас, чтобы мы научились смотреть, вспоминать, какие мы были. Почему? Потому что мы настолько святые, что мы не даем ошибкам другим. О! Я о Лизе, кстати. Я о тех, которые рядом с тобой. Потому что мы настолько высоко уже поднялись. Да, мы должны утверждать святость, но мы не должны их убивать, уничтожая. Потому что я даже не смог на нее кричать. хотя вымывала ее Наташа в ванной. Это надо было видеть. А мы думали, что она спала. Это только мечта. Бодрствуй и утверждай, близкая к смерти. Прочее. Близкая к смерти. Бодрствуй и утверждай. Я верю, что каждый из вас, он призван ко спасению. И некоторым нужно очень много тратить сил. И для некоторых очень много надо тратить сил. Вы знаете, как мы тратим на детей своих сил. Мы не хотим, чтобы они погибли, чтобы они ушли в мир, чтобы они жили такой жизнью, как когда-то. вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, какие ты делал вещи. Вспомни, как ты поступал. Давайте дочитаем дальше. Интересно. Тут вспомни, что ты принял и слышал, и храни. Тут говорится еще, что я должен вспомнить. Я должен вспомнить, что я слышал. Потому что то, что Бог говорит в мою жизнь, я должен пронести, как Иосиф пронес. Вспомни. Что ты слышал? Вы знаете, я понимаю Иосифа. Я понимаю Иосифа, когда пришли эти братья, которые приняли в рабство. Ему хотелось хоть чуть-чуть, но поиздеваться над ними. Но он вспомнил. О, человеческая натура. Нам хочется отомстить за некоторые вещи. Потому что есть у нас какая-то часть плохая. Но вспомни, и ты перестаешь быть таким. Потому что ты вспомнил, что Иисус умер на кресте за тебя, за твой грех, за то, чтобы ты был сегодня свободен и освободен от осуждения. вы знаете, настолько святы, что мы не можем сказать, о, что это пастырь такое говорит. Но послушай внимательно, вспомни, что Иисус сделал в твоей жизни. Он не осудил тебя ни за что. Он просто спас тебя по милости, по благодати. И смотри внимательно. И храни. Библия говорит, есть момент, когда я вспомнил, что Бог сказал мою жизнь. И я должен это охранять, я должен оберегать. От кого? От каких обстоятельств я должен оберегать? От кого я должен оберегать? Дьявол, да, аминь, я должен, но дьявол, когда приходит, я должен хранить от самого себя, потому что некоторые пускаются в пустые рассуждения. И они говорят, а я живу так, как все живут. Слушай, ты не так, как все живешь. Ты не такой, как все. Если бы Иосиф рассуждал таким образом, он бы не достиг результата. Он бы не был в благословении. Скажи, Бог благословил меня, и Он желает благословить меня. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор. Смотри внимательно. Тут говорит Бог, я приду и заберу у тебя все. Я приду и отниму у тебя. Я приду и спрошу у тебя за то, что я тебе дал. Вы знаете, что самое ценное, что мы приняли сегодня от Бога? Это Его Слово. Самое большое богатство, которое я имею, это Слово и обетование Его, которое могу хвалиться, стоять. Вы знаете, моя бабушка, она настолько святой человек была, что когда я проходил возле ее комнаты, я боялся, честно говоря. Я боялся, у меня был страх. Страх, что Бог прикоснется каким-то образом не скажет, она что-то, какое-то слово. Я хотел угодить ей по-человечески. Когда ты исполняешь Слово Божие, послушай, тебе не надо угождать людям, ты просто угождаешь Слову Божьему, угождаешь тому, что вспомни, что ты принял и слышал и храни. И тут написано и покайся. Покайся, потому что покаяние дает тебе возможность возвратиться на тот уровень. Смотри, он приходит как вор, и ты не узнаешь, в который час найду тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий. Смотри внимательно. Я хочу, чтобы ты прочел вместе со мной это. Пятый стих. Побеждающий обличется в белой одежде. Библия говорит, что мы уже обличены в белой одежде. Почему здесь говорится побеждающийся обличется? О каких белых одеждах тут говорится? И не изглажу имени его из книги жизни. Библия говорит о святости. Если ты не будешь побеждать, святость не придет в тебя, не придет для тебя. Каким образом приходит святость в твою жизнь и в мою жизнь? О, мы должны быть святыми. Но послушай внимательно. Я хочу, чтобы ты услышал меня. То, что Бог делает в твоей жизни и в моей жизни, Он работает с тобой, чтобы ты был в белой одежде, чтобы ты облегся в белую одежду. и тебе надо побеждать определенные обстоятельства, тебе надо побеждать самого себя, тебе надо побеждать те вещи, которые восстают на тебя, потому что у многих из вас есть зло, внутреннее зло, с которым ты борешься. И я не говорю о внешнем проявлении, мы можем красиво выглядеть внешне, но внутри одежда наша, духовная одежда, как запачканная, потому что мы судим людей, мы недовольны, мы обсуждаем людей, мы говорим зло по отношению других. И ты говоришь, ничего страшного, но послушай внимательно, тебе раньше все нравилось? Ты был доволен всеми, когда ты смотрел на верующих людей, ты говорил, это пик совершенства, это благословение Божие, я хочу достичь этого, теперь ты уже говоришь другое, послушай внимательно, ты должен победить то зло, которое восстает в тебе, которое восстает на других. Люди злые, людям свойственно злиться, но Иисус Христос, Он полюбил нас в таком состоянии, Он, зная, что внутри нас, и Он говорит сегодня, побеждающий обличется в белой одежде, что я должен победить? Победить самого себя, победить то, что восстает сегодня, чтобы я перестал верить, чтобы я перестал чувствовать правильно, и вы знаете, люди, которые находятся в своих рассуждениях, они всегда себя оправдают, они всегда себе скажут, я герой, у меня все выйдет, внешне хорошо одет, внутри запачканная одежда, как гроб окрашенный фарисей, знаешь, почему? Потому что у тебя есть на все ответы, у меня нету, я подстраиваюсь, я подстраиваюсь под обстоятельства, я стараюсь подстроиться под то, что говорит мне Бог, и я хочу услышать Его голос, и меня всегда устраивает то, что Он скажет мне, потому что я хочу сохранить то слово, которое Он дал мне. Если ты сегодня не удовлетворен тем, что сказал Бог в твою жизнь, значит, что-то пошло не так, где-то тебе надо возвратиться на то место и вспомнить, что пошло не так. Может, ты начал общаться с теми людьми, в первом псалме написано, не сидит, не ходит, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Если ты в этом пребываешь, то Бог тебя благословит, потому что общение с некоторыми людьми тебя расстраивает, оно делает тебя, поэтому мы детям своим говорим, слушай, я не хочу чтобы ты общался с вот этим, я не хочу чтобы ты делал вот этого, потому что я понимаю, что оно влияет, любое общение влияет на тебя, но Слово Божие, оно приводит тебя в должное состояние, вспомни, откуда ты не спал, потому что когда ты вспоминаешь, откуда ты не спал, ну как же, я с верующими людьми, некоторые верующие хуже неверующих, они о таком говорят, и я не осуждаю их, они только покаялись, они только прошли путь, я знаю, что когда ты приходишь в состояние веры, ты не грешишь, у тебя нету греха, побеждающий облечется в белой одежде, облечется в белой одежде, это процесс, который я работаю, над которым я должен работать, вспомни, тема вспомни говорит о том, что я должен всегда напоминать, что Бог работает надо мной, и какие бы обстоятельства не были во мне, Он работает надо мной, я должен Слово Божие привести в должное состояние в своем сердце, почему? Потому что Слово Божие, оно превыше всего, вспомни его, и смотри, Он говорит еще такие слова, и не изглашу имени Его, мое имя в книге жизни, мы поем эту песню, но и Его имя в книге жизни на небесах, и их имя в книге жизни на небесах, но послушай, тут написано, побеждающий не изгладится, есть люди, которые будут изглажены из книги жизни, их вытрут из книги жизни, одежду надо еще одеть, ее надо еще заслужить, о, как это мы заслуживаем, мы ничего не заслуживаем, по благодати я уже спасен, слушай внимательно, белая одежда заслуживается терпением, служением, принятием, слышанием, хранением, покаянием, белая одежда заслуживается, если ты не покаешься, белой одежде не думай, слушай, твои рассуждения ведут тебя в ад, твои размышления ведут тебя в неблагословение, я вам серьезно говорю, если я просто принимаю то, что говорит Бог, я вспоминаю, что Он сказал мою жизнь, я каюсь, я говорю, Боже, прости меня, Иосиф, вообще всякая неправда есть грех, вы знаете, да, вы помните, что Иосиф своих братьев сделал ворами, обманщиками, всякая неправда есть грех, да, это Он из добра делал, но пришел в себя, понял, где Он находится, почему Бог, и Он понимает, не для этого ли я момента здесь, чтобы спасти моих братьев, Бог меня спас, а я спасу других, послушай внимательно, когда ты так понимаешь, когда ты приходишь в должное состояние, ты идешь на улицу и выводишь людей из всем надо пройти, я не хочу, чтобы мои дети проходили через то, что я проходил, кто из вас хочет это, правда нет, почему же мы так говорим, потому что есть какой-то побеждающий, мы должны побеждать, вспоминая, кто мы такие были, и мы не хотим, чтобы они проходили через определенный путь, мы достигли чего-то, но я знаю, что еще могу достигнуть, потому что, если я буду слушаться, подстраиваться, вспоминая то, что Бог хочет сделать, Иосиф, ой, как он умел подстраиваться под обстоятельством, но он умел подстраиваться, когда он слушал голос Божий, мы хотим быть, как Иосиф, и исповедую имя Его перед Отцом Моим и перед Ангелами Его. Другими словами, есть то, что Бог, Он желает, помните, когда Он избирает 12 человек, кто из вас помнит? Вы хотите иметь власть над бесами, исцеление, освобождение? Аллилуйя! Кто из вас хочет это иметь? Помните, Иисус идет на гору молиться, перед этим Он провел ночь в молитве. Знаете, что там происходило? Они побеждают, они в победе. О, я не говорю об Иуде. Иуда тоже был в победе какое-то время, он боролся еще. Он боролся, чтобы обличиться в эту белую одежду. Все они были победителями какое-то время. И Он после этой молитвы за 12 человек, Он посылает их, чтобы они провозгласили имя Иисуса, исповедовали имя Иисуса. Он исповедовал имя их перед Богом. Симона назвал Петром. Там кого-то с сынами Громова. И вы знаете, самое интересное, Иисус, Он избирает их для служения. Когда у тебя есть какое-то поручение, и когда Бог исповедует твое имя перед ангелами, готовься. происходит масса перемен в твоей жизни. Масса славы и благословений. Но готовься. Приготовься. Знаете, некоторым надо стойку изменить. Приготовиться. Приготовиться к сражению, а не так. Проснись. Приготовься. Потому что когда Он исповедовал тебя перед ангелами, то у тебя происходит сражение. Сражение еще больше. Почему? Потому что Бог посылает тебя для определенной цели. Иосиф. Вы знаете, когда Он видел эти сны, Он был исповедан и имя Его. Вся Вселенная слышала об Иосифе. Есть такой. И знаете, ему надо было приготовиться. Твое сражение, оно еще не завершилось. Твоя святость, твоя одежда, она еще не одета. Она готовится. И ты готовишься. И я просто говорю о том, вспомни, откуда ты. Вспомни то, что Бог говорил твою жизнь. Вспомни и начни делать то, что Бог. Но перед этим надо покаяться. Без покаяния невозможно. И исповедую имя Его пред Отцом моим и перед ангелами Его. Имеющие ухо слышат, да слышат, что Дух говорит. Это обращение не ко всем. Это к церкви. Вы знаете, если ты являешься частью тела Иисуса Христа к церкви, вспомни. Вспомни то, что Бог сказал в твою жизнь. Вспомни, как ты прошел те обстоятельства, которые может быть были очень плохими. Это Бог вывел тебя. это не я, не кто-то здесь. Это Бог благословил тебя. Вспомни, как ты подстраивался и готов быть. Почему сегодня гордость пришла? Почему сегодня самоуверенность пришла? Я понимаю, что сейчас может быть прозвучит как-то, но я хочу это сказать. Есть с людьми, которыми я вообще не могу работать. Они все знают. и вы знаете, я словил себя на мысли, что служителя, которые знают все, они сами себе режиссеры, они не готовы слушать. Они проходят через какие-то самостоятельно и они не готовы меняться. Люди должны научиться подстраиваться к служению, к церкви. Самоуверенность это грех. это гордость зауэлированная, говорящая, что я сам все смогу. Так происходит разделение, так происходит недовольство. И вы знаете, самое интересное, что это говорит о том, что мы не можем угодить Богу. Кто из вас понимает, о чем я говорю, когда мы самоуверены? Мы можем быть самоуверены в определенных обстоятельствах. Помните, когда вы были подростками, вы хотели слушать своих родителей? нам казалось, что моя мама не точно казалось, ничего не понимает. Я такой, все знаю, а я не просто не знал, я даже и не думал о многих вещах. Вспомни, что не ты родил меня. Вспомни, что не я родил тебя. Вспомни, кто дал тебе жизнь. Некоторым надо вспомнить. И Библия говорит, почитай отца и мать свою, и будет тебе благо. Вспомни. Если некоторым надо вспомнить, для того, чтобы те благословения снова пришли в их жизнь. Вот поэтому я некоторым говорю, приходят из других церквей, если ты человек веры, ты должен разрешить те вопросы, которые были в той церкви. Покайся там. Вспомни. Для того, чтобы не нести все то, что и снова переживать то же самое. Скажи, я люблю вас, церковь, я люблю вас, братья, я люблю вас, сестры, я совсем смотрю другими глазами. Некоторые говорят, нет, ничего. я многое слышал, но когда говорят плохо о церкви, меня всегда ранят. Знаете, почему? Это все равно, что говорит женщине о весе, что она поправилась. Нет, ну, оно может и не задевает, но что ты такое говоришь? Меня задевает, потому что я не просто служу, я отдаю себя этому. Людей это не задевает, люди могут говорить все что угодно, знаешь, почему? Потому что у них нет откровения, в чем они находятся, они не делают ничего. Или же делают это, потому что кто-то сказал, у них нет своего откровения, вспомни. Я хочу, чтобы ты вспомнил, куда Бог тебя определил и поставил для того, чтобы начать делать то дело, которое ты должен делать. Вот поэтому хвала начинается с того, что я вспоминаю, как Бог меня избрал, как Бог меня поставил. Я вспоминаю многие вещи, когда Бог и мне говорит, у меня в мыслях, Господь, ты чудный, ты дивный, аллилуйя, я же не заслуживал этого, и они тоже. Я люблю их одинаково. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Кто из вас понимает? Скажи своему соседу, я люблю тебя, покайся. Почему нужно покаяться? Потому что так повелевает Бог. Послушай внимательно, Он ждет от нас, когда мы начинаем изменять свое мышление, в его мышление, потому что нас не устраивает то, как живет этот мир. Если ты стремишься в этот мир, если у тебя все классно в этом мире, и ты живешь в этом мире, и ты как вареник в масле, или как называется, и ты чувствуешь себя хорошо, значит, ты свинья, которую вымыли просто. И время от времени ты просто приходишь в состояние грязи. И мы рассуждали в понедельник с братьями, братья говорят, слушай, мы общаемся с этими людьми, которыми мы раньше общались, и нам не интересно. Или же, когда происходит что-то неприятное, и ты чувствуешь, знаете, овцу, когда засунешь в грязь, она хочет оттуда выбраться, она мычит, она недовольна. А когда свинью засунешь в грязь, аллилуйя, а он даже споет тебе, потому что он чувствует себя как вареник там. Мы натура у нас другая, мы другие, потому что когда Бог нас спас, он дал нам и чувства, и желания другие. Мы приходим в церковь, и я понимаю тех людей, которые сегодня впервые в церкви и пришли просто первый раз. Я понимаю вас, что вам непонятно то, что я говорю, но когда вы покаетесь перед Богом, начнете идти правильно, начнете менять свою жизнь согласно Слову Божьего, вы не просто поймете меня, вы скажете оооо, еее, потому что тот, который спас меня, он может и спасти и вас, но он говорит, слушай, покайся и веруй в Евангелие. Ты можешь сегодня быть тем же, в том же месте и быть спасенным. Бог дает сегодня радость. Я смотрел на верующих людей и завидовал им. У них нету проблем. Я не знал, что у них проблем может и быть больше. и у них такие проблемы бывают, но из всех их избавляет Господь, потому что они подстраиваются под Бога. Мы же гордые были. Раньше я был таким гордым, что я не мог подстроиться ни подо что. Я был уверен в себе. Сегодня надо выйти в то состояние, вспомни. Некоторым надо возвратиться и сказать вспомни, откуда ты не спал. Твори те дела, которые Бог определил твоей жизни. Покаяться. А некоторым прийти к Богу первый раз, потому что тебе нужен Иисус. Мне нужен Иисус. Я проповедую для себя. И когда я вспоминаю, ну не могу я не любить своих братьев. Они все классные. Не могу я не любить своих сестер. Они все замечательные, красивые, умные, добрые. А сестрах больше. Их меньше у нас. Их надо ценить. Мы должны к друг другу относиться так, как Бог относится и видеть то, что видит Бог. Земля это обетованная. Здесь течет молоко и мед. Просто вспомни, когда ты вышел, Бог ведет тебя туда. Просто Он вводит тебя. Я хочу, чтобы вы понимали о том, что я говорю. Если Он спас тебя, то как не дарует всего? Он просто проводит тебя через испытания снова и снова. Пока ты не пройдешь, пока ты не оденешься в эту белую одежду, пока ты не станешь и не скажешь, я всех люблю, как Бог возлюбил меня, я все. Вы понимаете, о чем я говорю? Любить всех невозможно. Некоторые сейчас так думают. вспомни просто. Он на кресте. Вспомни. Он простил всех. Он на кресте молился. Отче, прости их, потому что не знают, что делают. Он простил всех. Готов ли я одеться в одежду? О, его одежда была испачкана в тот момент. Внешне он не похож был на святого. Но одежда, которую ты одеваешь в святости, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, в каком ты положении был. Вспомни, когда Бог тебя поставил перед собой. Вспомни Его Слово, Его обетование в твою жизнь. Вспомни то, что Он дал тебе. Тебе надо вспомнить просто и быть благодарным. и проснуться. Аминь. Давайте встать. Я задам вопрос. Есть здесь человек, я просто говорю о том, что я чувствую. есть здесь человек, которому надо примириться срочно с Богом. Просто примириться с Богом. Ты ощущаешь в твоей жизни, что что-то пошло не так. И это не так стало вести тебя. Ну, ты осознаешь, что ты грешник, и так далее, и так далее. Но тебе нужно примириться с Богом. Где-то ты оступился. Покайся. Начать влюбляться в то, что Бог определил для тебя. В церковь, в служение. Тебе надо положить свою душу. перейти. Перейти. Я говорю о тех, которые сегодня должны уже быть служителями, но остались на каком-то уровне и даже не служения. Ты должен был быть служителем. Ты должен идти за Богом и исполнять. О, обетование Его помнишь, но где-то упал. Покайся. Просто надо покаяться. просто надо сказать, Господь, прости меня. Я осознаю, что я грешен. Есть те люди, которые пришли первый раз, им непонятно было то, что я говорю. В какой-то степени вы слышали, а больше оно вас не касалось. Но Дух Святой говорил, это ко мне. Это Бог хочет меня спасти. Это Бог хочет меня спасти. И вам это Бог говорил. Вам нужно сегодня тоже покаяться. Вам нужен Иисус. Вам не нужна даже церковь. Хотя церковь это то место, как ковчег, но спасает нас. Но тебе нужен сегодня Иисус на данный момент, потому что Он спасает, чтобы исполниться всей полнотой. Если ты желаешь принять Иисуса Христа в свое сердце, каяться перед Ним, подними свою руку, я буду молиться вместе с тобой. Слава Богу, я жду, Аллилуйя. Я еще подожду. Не бойтесь. Если ты желаешь, выходите сюда, перед сцены, я попрошу тех, которые уже каялись сюда, а те, которые первый раз, есть те, которые первый раз. Если я знаю, что вам надо примирение с Богом, некоторым надо примириться с Богом. Без примирения покаяния не будет прощения грехов. Бог дает прощение. Это не человек, это Бог, если ты желаешь. Давайте склоним голову, молитесь вместе со мной, повторяйте. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня, очисти меня и омой меня от всякого греха. Господь, я верю, что Ты умер за меня, за мой грех. Я прошу Тебя, прости меня. Господь Иисус, я благодарю Тебя за Твою милость, за Твою благодать, по которой я здесь стою. Я прошу Тебя, дай мне совершать мое спасение. Помоги мне. Господь, я нуждаюсь в Твоих изменениях. Я прошу Тебя, благослови меня, своим благослови. Во имя Иисуса Отец, благослови меня, чтобы Твой Дух менял меня, изменял меня, одевая одежду святости. А я благодарю Тебя за принятие, за то, что Ты принимаешь сегодня. Великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я еще подожду секунду, может быть, кто-то нуждается в молитве покаяния. Я буду молиться вместе с вами. Я знаю, что есть тут люди еще нуждающиеся. Вам надо провозгласить это перед всеми. Он сказал, побеждающие я исповедую перед Отцом и перед ангелами Его. Он исповедует это. Тебе надо еще исповедовать перед другим, что Ты каешься, чтобы Он исповедовал тебя перед ангелами. Господь Иисус на этом месте. Аллилуйя. Господь, Ты чудный и дивный. Я благодарю Тебя, я славлю Тебя. Я прошу Тебя прикоснись с каждым. Во имя Иисуса, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я вас прошу. Я с тобой потом поговорю, хорошо. С Василием я буду особо говорить. Аллилуйя. потому что люблю. Хорошо. Благ Господь, да? Чуден, дивен. Аминь. Знаете, сестра Лена свидетельствовала о том, о своей семье, да? О тех происшествиях, которые происходят. и ты думаешь, вот происшествие за происшествием. Ну, послушайте, я хочу, чтобы вы услышали, как Бог выводит из этих происшествий, какой он чудный. Если вы с электричеством сталкивались, и вы понимаете, я просто понимаю, меня било током, когда я, знаете, советские телевизоры, я любил разбирать всякую ерунду там, и меня ударило от трансформатора высоковольтного телевизора. Там, говорят, 30 тысяч вольт есть. Меня так стукнуло, что я отлетел на полтора метра в батарею и стукнулся, и это было чудом, что я остался жив. Это без дуги. Люди сгорают, если сильно. высокое напряжение. Бог спас, мы не видим, откуда Бог нас вытащил, и как Он спас нас от некоторых вещей, но я хочу, чтобы вы поняли, что Бог благословляет нас для того, чтобы мы воздали Ему славу и благодарность. Во всяком деле, слава и благодарность. И вы знаете, я понимаю, что за некоторые вещи и некоторые происходят, и ты платишь большую цену. Есть малые вещи, которыми мы платим большую цену, но я смотрю, те, которые с Богом, они не платят даже. Их проходит мимо, потому что уже заплачена цена. И вы знаете, если Бог нас спас, это Он где-то остановил, и Он ожидает от нас ответной реакции. Он хочет, чтобы мы шли и делали и приносили плод в том деле, которое Он определил для нас. И Он ожидает. И вы знаете, неприятности не должны нас останавливать в служении Богу. Потому что когда ты служишь Богу и у тебя куча неприятностей, значит ты на правильном кто из вас понимает это? Чем больше неприятностей, тем больше раздражаешь ты дьявола. Есть противник, который стоит, он называется противник. Он всегда будет противиться, когда ты его устраиваешь, его все в порядке. Но как только у тебя неприятности, я понимаю, я кого-то раздразнил. Что-то я начал делать. И вы знаете, я понимаю, что надо усиливаться в некоторых вещах. Братья, те, которые проходят неприятности, усильтесь в молитве. Когда у Иисуса была проблема, знаете, куда Он шел? на гору молиться. Он звал учеников, чтобы они пободрствовали с Ним, потому что ему тяжело было. И знаете, почему? Потому что Он осознавал, что Он нуждается в поддержке. Когда ты один молишься, ты герой, ты силен. Когда вас много и нас много молятся, это не всегда мы герои, но сила приходит намного больше. Поэтому я жду вас на ночной молитве всех. Потому что когда ты молишься, сокрушаются твердыни, приходят благословения. Ты просто проходишь через некоторые испытания ради того, чтобы исполнилось Слово Божие в тебе. Бог желает благословить тебя. и мы должны молиться. Если тебе тяжело, если тебе сложно, значит где-то ты испугал его, тот, который мог прикоснуться. Но это хорошо. Знаете почему? Потому что Бог не попустит пережить нам больше, чем мы можем это не до смерти. Он победитель. Аминь. И я вам хочу сказать, если ты проходишь трудности, ничего страшного, в понедельник я жду тебя. Каждый раз у нас есть служение. Во вторник домашние группы я жду тебя. Бог ждет тебя. В среду служение. В пятницу ночная молитва. Ты должен быть там, где есть присутствие его, сила его, помазание его, потому что только там, только в Боге успокаивается. Хорошо. Аминь. Пусть Бог вас благословит. м м м Продолжение следует...